Домашний подворье Алексея Буинцева скорее хобби для души, нежели серьезное подспорье для семейного бюджета. Работает инженером в Серепадовка у фермера. В семье всегда держали буренок, вот и мечтает селянин, чтобы в сарае не хрюкало, а мычало. Воплотить идею может кооператив, созданный на базе фермерского хозяйства, где Алексей будет уже не наемным работником, а партнером. Глава администрации нам выдал двор под сельское хозяйство. Будем заводить здесь двойный коров, гур. Сейчас пока закрыто, но после регистрации начнем ремонтировать эту базу. Еще один член кооператива Татьяна Бирюкова тоже владелец подсобного хозяйства, а это ее ушастые питомцы. Уже скоро они могут потерять монополию на заботу и уход. Живность покрупнее, об этом сейчас мысли хозяйки. Находясь в составе сельхозкооператива, Татьяна и Алексей могут осуществить планы. В помощь грант Агростартап, половину финансовой поддержки государства, владельцы направляют на свое развитие, половину в фонд кооператива. Мы здесь будем держать животноводческий комплекс, будем организовывать и уже дальше развиваться. То есть будут новые рабочие места, будут новые перспективы и начать надо с малого. Сергей Бирюков с сыном Михаилом, тяжелая артиллерия, владеют землей, сельхозтехникой, оба получали гранты, как начинающие фермеры. Михаил вот-вот закупит мясной скот. Идея сплочения в кооператив, говорят, лежит на поверхности. Решаются многие хозяйские вопросы, экономятся затраты, расширяются возможности участия в госпрограммах, растут объемы производства и появляется выход на крупные торговые точки. Плюс в рамках кооператива есть субсидии на реализацию продукции членов кооператива. То есть, грубо говоря, если я продаю продукцию сам, то я продаю за 100% цены. Если я продаю свою продукцию через кооператив, я продаю за 110% цены. То есть это вот именно государственный механизм. В рамках НАСПроекта по поддержке малого и среднего предпринимательства в регионе предусмотрено вовлечь в сельское кооперативное движение не менее 100 человек. Наша основная задача, конечно же, на данном этапе, это создание новых кооперативов для того, чтобы в следующем году они показали свое развитие. И мы могли обратиться в федерацию за дополнительными денежными средствами, которые позволят создавать и рабочие места, и увеличить поголовье КРС. Тему поддержки сельской кооперации в своем послании поднял губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. Глава региона отметил, вопрос крайне актуальный. В работу по вовлечению владельцев подсобных и фермерских хозяйств должны активно включиться главы районов и поселений. Финансовые инструменты для этого имеются. Это и гранты агростартап, и субсидии на возмещение 50% понесенных затрат. При этом процедуры получения господдержки необходимо упрощать. Кооператоры из Падовки пока первые в районе, но надеются, что их примеру последуют многие фермеры и владельцы подворьей. Вместе легче. Сергей Павлов, Дмитрий Столяров, Новости губернии, Пестравский район.